Спасибо, Саэм. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Смотрите, что ждет вас сегодня в выпуске. Количество ДТП в Казахстане с начала года выросло почти в два раза. С чем связан рост числа аварий? Ни столовой, ни спортзала, ни воды. Почему дети села Белбула Калматинской области вынуждены учиться в тесной пристройке? Грунтовые воды топят Павлодар. Что произошло и насколько все серьезно? Расширить влияние маслехатов призвал президент Касанжумар Токаев. Какие вопросы затронули в ходе второго республиканского форума депутатов маслехатов всех уровней? Более миллиона гостей за полгода. Какой доход принес туризм в городскую казну Алматы? Смотрите в деловом обзоре. ДТП в Казахстане с начала года выросло почти в два раза. Наибольшее число аварий – это наезд на пешеходов и столкновение транспортных средств. В МВД объясняют, что рост связан с новыми критериями учета, которые фиксируют больше нарушений. О ситуации на дорогах расскажет Асимжан Жизбаева. В Генпрокуратуре привели тревожные данные. Количество ДТП за первые восемь месяцев этого года резко возросло с 8 тысяч до почти 16 тысяч аварий. Генпрокурор страны заявил о том, что в сравнении с прошлым годом количество ДТП выросло на 90%. Тем временем в МВД рассказали, что такой рост обусловлен новыми критериями учета пострадавших. В сравнении с аналогичным периодом, именно смертность на дорогах стабильная. Но по количеству ДТП есть объяснение для него. Это первый порядок регистрации ДТП. Соответственно, раньше, если регистрировались только те люди, которые с медицинским подтверждением, на сегодняшний день регистрируются все ДТП, неважно, есть вред здоровью или нет. В МВД добавили, что в 95% случаев виноваты водители. Напомню, только месяц назад в Жамбылской области от страшного ДТП погибли сразу 6 человек. Из них двое полицейских. Согласно данным Генпрокуратуры, среди частых ДТП наезд на пешеходов и столкновение транспортных средств. С начала года зарегистрировано более 15 тысяч аварий по этим причинам. Самым опасным нарушением остается превышение скорости. Только за 8 месяцев этого года из полутора тысяч смертельных случаев на дорогах свыше 450 были связаны именно с высокой скоростью. Что касается пострадавших, больше всего случаев зарегистрировано в крупных городах и регионах. В Алматы, Шимкенте, а также Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской областях. Тем временем столичные таксисты утверждают, что в авариях виноваты не только водители. Предлагаю послушать их мнение. Дороги республиканского значения ремонтируют, а остальные остаются без внимания. Я работаю таксистом уже больше 15 лет. Не могу не согласиться с тем, что некоторые дороги в ужасных ямах. Стоит их отремонтировать. Очень плохое, я вам честно скажу, не стандарты не подходят. И именно все, низкие качества все делают. Казахстанская трасса есть, бузыгеры, там такие встречи, машина вылетает навстречу. Можно через бордюры выйти. Ранее Берик Осылов поручил прокурорам детально разобраться с госорганами в причинах аварии, с выработкой конкретных мер. В частности, уделить в первую очередь внимание на наиболее аварийно опасные участки дорог. Асимжан Жузбаева, Даниар Омар. Достаньте, Мэрбекуло, телеканал Алматы, Астана. У нас сейчас важная новость. Президент подписал поправки в закон о дорожном движении. Теперь водители мопедов обязаны проходить обязательную государственную регистрацию и иметь права. На этом им дается полгода. В противном случае грозит штрафстоянка. Сенаторы отмечают, какая сейчас есть ответственность для водителей машин. Точно такая же ответственность будет и для мопедов. Их полностью приравнивают. Мопед будет таким же транспортным средством. Поэтому ответственность административная и уголовная такая же, как и у водителей машин. А мы продолжаем. В Алматинской области сняли введенный из-за сибирской язвы карантин. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Инжаханула. 11 заболевших сельчан завершают лечение. Также сибирскую язву выявили у 22 голов скота. Глава ведомства отметил, что по итогам 9 месяцев очаги особо опасных болезней по сравнению с прошлым годом уменьшены на 26%. В селе Белбула Калматинской области детей обучают в тесной пристройке, построенной в середине прошлого века. Ни столовой, ни спортзала, ни даже водопровода в здании нет. А все потому, что ремонт учебного заведения не могут завершить уже больше двух лет. Решится ли проблема и сколько еще детям терпеть неудобства? Выясняла Аделя Бжаркенова. Капитальный ремонт школы села Бельбулах затянулся на два года, оставляя при этом учеников получать знания в старых и тесных помещениях. Этот образовательный объект должны были сдать в эксплуатацию еще в марте этого года. Но, как видите, в начале октября здесь до сих пор голые полы и потолки, торчат провода, а стройка и вовсе приостановлена. Это первый ремонт за последние 60 лет. Правда, когда его закончат, неизвестно. С августа никаких строительных работ здесь не ведется, рассказывают обеспокоенные родители. Более 500 детей лишены возможности учиться в достойных условиях. Дети учатся в ужасных условиях. В классах тесно, в классах холодно в зимний период. Хотели бы, чтобы наконец-то услышали не только родители и жители нашего поселка, а, соответственно, услышали детей. Это же достояние нашей страны, которое мы должны защищать. Мы хотим, чтобы наши дети учились уже в наконец-то отремонтированной школе. Почему наши дети должны учиться без элементарных условий? В старой школе нет воды, туалет на улице, а ведь скоро холода. У них физкультура на улице даже проходит. Родители с новостроек на такси детей отправляют, потому что далеко и опасно. По 20 тысяч в месяц тратим только на дорогу. Автобус Аким отдал. Спасибо, старый и на 12 мест всего. Оказалось, что счета генерального подрядчика заблокированы. Отделом образования сельского округа на компанию подано исковое заявление в суд. Мы выиграли суд. Генподрядчика оштрафовали на сумму более 16 миллионов тенге. Возобновить ремонтные работы должны были с 1 октября и закончить все до 25 октября. Сейчас работы не ведутся. Как мы видим, с нашей стороны мы будем принимать меры по расторжению договора и заново объявим конкурс. Остается надеяться, что власти услышат голоса обеспокоенных родителей и найдут возможность ускорить завершение ремонта. А пока дети села Бельбулах продолжат ходить в старую тесную школу, мечтая о дне, когда они смогут учиться в просторных современных классах. В Уральске образовались километровые пробки вдоль газовых заправок. Автовладельцы говорят, что часами стоят в очереди. По их словам, на всех АЗС ограниченное количество жиженного топлива и оно быстро заканчивается. Такая ситуация отмечается по всему городу. В чем проблема, разбирался Ренат Шарипов. На автомобильных заправках Уральска возник дефицит сжиженного газа. Водители жалуются, что ожидание в очередях занимает несколько часов. Чтобы не терять свое драгоценное время, некоторые перешли на бензин и теперь отмечают, что у них увеличились расходы. Люди точно не знают причины, но высказывают разные предположения. Такое происходит часто. Мы уже задумывались о том, что это может быть искусственный дефицит. Так как цены значительно поднялись, я сам не часто выезжаю. Но по моим наблюдениям, прошло даже меньше недели с момента, когда начался дефицит. Постоянно вводят ограничения. В ожидании в очереди теряем почти весь день. При этом газ быстро заканчивается на заправках. Лишь бы цены не повысили. В областном Акимате сообщили, с чем связан дефицит сжиженного газа на заправках города. Одна из причин – увеличение транспорта. Кроме того, в управлении энергетики ЖКХ отметили, что сейчас ведутся строительные работы на заводе «Ватрау», который является основным поставщиком данного топлива. Это и повлияло на ситуацию в целом. У нас ограничения на автогаза. По дефициту газа у нас потребность, по нашим расчетам, составляет порядка 4000 тонн. С дополнительным объемом мы в любом случае будем выходить до 4000 тонн. Стоит отметить, что с 1 октября Западно-Казахстанская область полностью перешла на обеспечение сжиженным нефтяным газом от Рожковского месторождения. Поэтому ситуация в скором времени должна измениться, отмечают специалисты. Ведь новый поставщик должен покрыть потребность региона в сжиженном автогазе. Ренат Шарипов, телеканал Алматы, Западно-Казахстанская область. Грунтовые воды топят Павлодар. Страдает частный сектор, гаражные кооперативы, бизнесы, даже социальные объекты. С каждым днем ситуация ухудшается. Местные бизнесмены уже на грани закрытия. Обращения к чиновникам желаемых результатов не дали, говорят жители. Резабек Ахметов разбирался, насколько все серьезно. Больше 40 лет жители целого микрорайона и не подозревали, что под их домами текут реки грунтовых вод, пока тени вышли на поверхность. Глубина метр семьдесят. Вода прибывает. Была где-то уровень метр пятьдесят, метр сорок. Сейчас уже полная, метр семьдесят. Да, прибывает вода. Жители сообщают, что уровень воды в гаражах ежедневно увеличивается на один сантиметр. Пострадали уже два гаражных кооператива. А это почти сотня гаражей и детский сад. Пользоваться собственностью невозможно, говорят люди. Впереди зима у нас. Зимовать, не знаю, мы здесь хранили овощи, картошка, морковь на зиму. Теперь этого возможности у нас не будет. Сырость машина быстро будет гнить. Лучше пусть на улице, на морозе мерзнет машина. Жители провели собственное расследование и доказали наличие заброшенной дренажной системы, построенной более сорока лет назад. Именно она когда-то отводила грунтовую воду в Иртыш, говорят местные. Нашли даже ее проектировщика, но система уже давно не числится и не входит в план города. Этот канал, он есть сейчас, мы так предполагаем, что он забит. Его необходимо прочистить и проток будет восстановлен. Неофициальный ответ Акимата мы получили, что эта дренажная система инженерная, сложнейшая, дорогостоящая, она никому не относится и никто ее не обслуживает. Не найдя естественный выход, грунтовая вода бьет ключом в жилых домах и других объектах, постепенно расширяя свои границы. Это критично для нас, в связи с тем, что это аптека и, возможно, и плесень, и грибок. Это не может продолжаться, это надо устранять. Мы даже не можем предсказать, какие будут последствия. Но закрыться придется, работать мы не сможем в таких условиях. На место несколько раз приезжали специалисты ЖКХ, коммунальных служб и горводоканала. Все подтвердили, что это действительно грунтовая вода, но ответственность никто на себя не берет. В связи с тем, что гаражный кооператив находится в частной собственности, собственникам гаражей во избежание подтопления, откачку воды необходимо производить собственными силами. Эколог считает, что проблема возникла из-за неправильного благоустройства города. Асфальт и брусчатка нарушили природные процессы. Зеленые насаждения вырублены, а набережную построили без стоков для грунтовых вод. Цепочка запущена давно, потому что о том, что грунтовые воды поднимаются в Павлодаре и карта подтоплений, она была известна еще с начала 2000-х годов. То есть уже больше 20 лет этот процесс идет, усугубляется, становится все более видимым, все более ощутимым. Эксперт выражает опасения, что постоянные подтопления могут повредить фундаменты зданий и ситуация выйдет из-под контроля. Резабек Ахметов, телеканал Алматы, Павлодар. Паводки этого года нанесли колоссальный ущерб Северо-Казахстанской области. Последствия стихии до сих пор устраняют. К примеру, дамбу, которая не выдержала натиска большой воды, еще ремонтируют. Как ведутся восстановительные работы и успеют ли подрядчики в срок, расскажет Нургулялина. 38-летний Иван Ковтунов – один из пострадавших от весеннего паводка. Мужчина рассказывает, несмотря на высокий фундамент, вода просочилась в жилье и поднялась примерно на 2 метра. Ремонт почти завершили. В этом доме он проживает с женой и ребенком. Говорить не хотелось бы, чтобы подобное повторилось вновь. Поэтому периодически проверяет, как укрепляют дамбу. По словам подрядчика, на этой дамбе с сентября ведутся работы по заделке параран, которые образовались во время паводка. Затем начнется ограждение данного участка, его приподнимут. Помимо этого, изготавливаются бетонные плиты для дополнительного укрепления со стороны реки. От дамбе Ушева имеются 4 большие параны, 2 из которых на сегодняшний день уже сделаны. А также проводится работа по укреплению третьей большой параны. На сегодняшний день сделано около 400 метров основания дамбы. Получается, мы ее расширяем и укрепляем. Мы планируем устранить все большие параны и укрепить дамбу согласно графику. Укрепляют дамбы еще в двух микрорайонах и ремонтируют дорогу республиканского значения в стороне речпорта. Специалисты следят за тем, чтобы регулярно завозился инертный материал и производилась реконструкция без задержек. Все работы ведутся согласно графику производства работ. Необходимая техника, необходимые материалы, инертные материалы в том числе есть в достаточном количестве. На сегодняшний день работы ведутся в активном режиме. Начинают с 8 утра и уже до позднего вечера. Напомним, в результате весеннего опаводка в области пострадали почти 4000 домов. 1720 из них удалось восстановить. Остальные признали аварийными. Чтобы не допустить подобного сценария, на всех гидросооружениях региона сейчас активно ведутся строительные работы. Их планируют завершить до середины ноября. Нургулялина, Казбе Гарпаев, телеканал Алматы, Северо-Казахстанская область. Далее смотрите, что вас ждет во второй части выпуска. Расширить влияние маслехатов призвал президент Касанжумар Тукаев. Какие вопросы затронули в ходе второго республиканского форума депутатов маслехатов всех уровней. Более миллиона гостей за полгода. Какой доход принес туризм в городскую казну Алматы? Смотрите в деловом обзоре. Расширить рычаги влияния маслехатов на экономическую политику в регионах призвал президент Касанжумар Тукаев на втором республиканском форуме депутатов маслехатов всех уровней. Он отметил, что важно активное участие народных избранников в разработке бюджетного и налогового кодексов. А правительству следует пересмотреть механизм формирования и расходования бюджета сельских акимов. Нужны конкретные предложения по повышению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов маслехатов. К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления. Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенции своих депутатов. Также он отметил, что маслехаты должны продвигать инициативы, реализовывать государственные и общественные задачи, уделять особое внимание проблемам граждан и максимально использовать свои полномочия для влияния на акиматы. Президент опозначил круг наиболее актуальных вопросов населения. Поддержка молодежи, женщин, предпринимателей, пенсионеров и людей с особыми потребностями, снижение закредитованности населения, увеличение доходов сельских жителей, возврат неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, повышение экологической и финансовой грамотности, читательской культуры в обществе – это все очень актуальные вопросы, которые требуют особого внимания со всех сторон. Алматы уверенно удерживает статус главного туристического центра Казахстана. За шесть месяцев этого года «Мегаполис» принял более миллиона гостей. Это четверть всех туристов, посетивших страну. Какой доход от туризма поступил в городскую казну и как развивается туристическая отрасль в южной столице – в обзоре деловых новостей расскажет мой коллега Дияс Мохамбетов. Дияс, что так привлекает туристов в «Мегаполис» и какие места стоит посетить каждому? Алия, успех, нужно сказать, закономерный. Со времен окончания коронакризисного периода показатели неуклонно растут вверх. Но обо всем по порядку. К примеру, по данным Бюро национальной статистики, за первые полгода в казахстанских гостиницах и отелях остановились почти 4 миллиона человек. Причем чуть больше миллиона из них приехали именно в Алматы. Это чуть больше четверти от общего числа туристов. Другие крупные туристические центры страны – Астана и Шимкент – заметно отстают. В столице побывали 677 тысяч человек, однако многие из них приехали по долгу службы. На третьем месте – Шимкент. По вкладу в экономику страны Алматы вновь на первом месте. Объем оказанных услуг достиг 43 миллиардов тенге. Это треть от общего объема в 121 с лишним миллиард тенге по стране. Второе и третье место у Астаны и Акмолинской области. Алматы остается привлекательным для туристов не только благодаря своим природным красотам, но и активной работе по продвижению городских дестинаций, в том числе и через инфоцентры «Визит Алматы» и «Алматы Туризмбюро». В первую очередь мы нацелены на диджитал продвижение, то есть сюда относятся таргетовая реклама, маркетинговая компания отдельная. Это дает большие результаты. В этом году, допустим, мы были представлены на «Экспиде» и на «Трип-эдвайсеры», что дало нам возможность увеличить количество продаж туров именно в город. Хотелось бы отметить, что за последние годы у нас в городе открылись ряд туристических объектов, такие как в горах, открылись новые глэмпинги, была открыта новая гостиница. В целом у нас в городе ведется системная работа по увеличению туристской инфраструктуры. К примеру, на сегодня у нас ведется строительство 8 гостиниц и проектирование 20 гостиниц. Это порядка 3900 номеров. Диас, получается, нынешний год стал самым посещаемым в сфере туризма мегаполиса. И туристы из каких стран чаще всего приезжали в Алматы в этом году? Ты знаешь, Илья, не берусь утверждать, поскольку год еще не завершился, но показатель прошлого года остается пока самым рекордным. В 2023 году Алматы посетили более 2 миллионов человек. Такой большой численности официально зарегистрированных туристов у нас в городе за последние 5 лет еще не наблюдалось. Да и объем оказанных услуг превысил 74 миллиарда тенге. Эти данные лишь частично показывают ту финансовую выгоду, что получает город от туризма. Помимо гостиниц, на туристах зарабатывают авиакомпании, аэропорты, туристические фирмы, заведения общепита, производители сувенирной продукции и многие другие. Приведу еще одни наглядные цифры. По данным управления туризма, в гостиницах Алматы побывали 40,5 тысяч резидентов из Китая. Это третий показатель после России и Индии. Причем поток граждан из Поднебесной показывает значительный прогресс из года в год. Всего за этот год Алматы посетили 302 тысячи иностранных туристов, что на 15 с лишним процентов больше периода прошлого года. Словом, цифры красноречивее любых слов. Как видим, популярность Алматы среди зарубежных туристов продолжает расти, и город становится все более привлекательным и на международной туристической арене. Алья, тебе слово. Алматы с каждым годом становится все краше и привлекательнее как для горожан, так и для гостей города. Спасибо, Диас, за подробную информацию. С деловым обзором нас ознакомил мой коллега Диас Мохамбетов. А мы продолжаем выпуск. В мире возводят 59 ядерных реакторов. В лидерах по наращиванию и производству атомной энергии по-прежнему США. Следом идут Китай и Франция. Как страны с атомным уклоном обеспечивают безопасность на реакторах и каким опытом они могут поделиться, расскажет наш корреспондент Владислав Ивашенко. Сегодня в мире работают 440 ядерных реакторов в более чем 30 странах мира. Выбор атомной энергетики снизил не только тарифы, но и в целом укрепил экономику. Чего не скажешь про возобновляемые источники энергии. Опыт некоторых стран показал, что использование энергии солнца и ветра привело к снижению промышленного роста и экономическим проблемам. С точки зрения экономики, для конкретного потребителя, населения, солнечная энергия в 3 или 4 раза дороже, чем энергия, которую вырабатывается атомная электростанция. В отличие от других источников, стоимость топлива атомной электростанции составляет долю его от общей стоимости. То есть, если даже он повысится, он никак не отразится на цене, скажем так, от электроэнергии. К 2060 году перед Казахстаном стоит важная задача – избавиться от выбросов углекислого газа. Хороший пример в этом направлении показала Великобритания. В конце сентября в королевстве закрыли последнюю ТЭЦ. Их примеру последовали и другие страны. Италия откажется от использования угля в следующем году. Германия к 2038, Канада к 2030 и Франция к 2027. Также в Великобритании к 2050 году планируют увеличить общую мощность АЭС до 24 гигаватт. Строительство атомной станции обеспечивает довольно дешевую электроэнергию и очень низкие переменные затраты во время эксплуатации. А также очень долгий срок службы и стабильное безопасное производство. АЭС обеспечивает электроэнергией без выбросов. Как показал опыт Германии, возобновляемые источники энергии не заменят атомную. С 2011 года в стране начали постепенно отказываться от АЭС. В апреле прошлого года была закрыта последняя атомная электростанция. Это привело к удорожанию электроэнергии, закрытию заводов и фабрик, потере рабочих мест, что негативно влияет на бюджет страны. Теперь немцы закупают электроэнергию у Франции, где порядка 70% электричества вырабатывается на атомных станциях. Взять пример развития атомной энергетики во Франции в 70-е годы прошлого века, тогда можно увидеть, что значительно увеличился ВВП страны, то есть за счет того, что у них появились большие надежные методы генерации энергии. И при этом снизился углеродный след, то есть выброс углекислого газа. Я думаю, это основные вещи, по которым развитые страны выбирают именно атомную энергетику. Выбор в пользу атомной электростанции сделала и Венгрия. В стране энергию вырабатывают 4 АЭС. Это позволило установить дешевые тарифы на электричество. К примеру, в той же Германии цена за 1 кВт выше в 5 раз. А после запуска двух новых блоков Венгрия не просто перестанет закупать энергию. Она начнет продавать ее в соседние страны. Исходя из мирового опыта, АЭС – это выгодное решение, необходимое для индустриального и экономического развития страны, считают эксперты. На сегодня у нас все. А я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго. До встречи в эфире.